Столица событий и мнений Расследование в отношении Василия Шамбера продолжается Чем запомнился 2013 год сотрудникам УФСИН? Олимписты были в восторге от простоты общения с нашими осужденными Общественные наблюдатели и другие нововведения в тюремной системе Заполярья Вебсерфинг для старшего поколения Я никогда не входила ни в интернет Какие сайты предпочитают посещать ученики курсов компьютерной грамоты? Зачем школьникам духовное воспитание? У нас нет модуля основы буддийской культуры и основы буддийской культуры Духовенство и светские граждане обсудили вопросы образования Транспортная война в Мурманске продолжается Под занавес рабочей недели сразу к нескольким перевозчикам Полиция нагрянула с обысками Зачем водителям маршруток отрезали пряди волос И заставляли их прекратить работу и вернуться на стоянку Подробности пыталась выяснить наша съемочная группа Десятки машин компании «Першерон» сегодня не вышли на линию Водители рассказывают После того как утром сотрудники полиции объявили Что работать им сегодня не придется Водители начали отрезать пряди волос для каких-то анализов Они пришли, не надо ключи забрать Спросили, волосы отрезали Что сделали? Волосы чуть-чуть отрезали, но экспертиза нечего Вот так сделали И потом не разрешали выйти на линию Мы попытались выяснить, зачем ведутся такие следственные действия А в это время из помещения охраны предприятия Изымали документы и компьютер У насилия их, можно сказать, с боем Зато без понятых Зайдите в телевидение, снимите меня Посмотрите, как сотрудники беспредельно нарушают постановление об обыске В котором четко указано, что должно изыматься Со слов сотрудников звучит следующая фраза Что хотим, то изымаем Обжалуйте, пожалуйста Это прямое нарушение даже постановления об обыске В котором сказано, что они имеют право изъять Объясните мне, на каком или иной основании вы изымаете документы Которые здесь не указаны в вашем же постановлении Объясните мне, пожалуйста Сомнения в законности следственных действий Высказали и адвокаты Может быть, именно поэтому сотрудники полиции Так боялись попасть в объектив камеры Понятых мы не увидели, при которых происходил обыск То есть, вообще, полнейший беспредел, если честно Казалось бы, биоматериалы для анализов у водителей взяты В помещении проведен обыск И можно было бы начать работать Но выезда со стоянки компании «Першерон» Припарковался автобус с пассажирами И, кстати, полицейскими номерами Наблюдайте, да, как сотрудники правоохранительства органов просто игнорируют Машинку уберите, пожалуйста, отсюда Надо вызвать ГАИ, наверное, чтобы Нарушение права дорожного движения Заместитель генерального директора компании «Першерон» Попытался спасти ситуацию с помощью сотрудников ГИБДД Сейчас вот делал заявочку Нам выезд с нашей площадки Переградил паз И не выпускает наши автомобили Нет возможности выехать нашим автомобилем на линию Я просил, чтобы подъехали сотрудники Это сотрудники СОБРа Работают Что значит работают? Они переградили выезд И мешают работе предприятия Сотрудники СОБРа работают, значит, временно пока не будет открыться Выехать со стоянки водителям удалось только через несколько часов Мурманчане ждали маршрутные такси на остановках А руководители компании подсчитывали убытки Ведь работа предприятия оказалась заблокирована с самого утра При том, что обыски проходили гораздо более оперативно Да и ложка дорога к обеду О том, что в городе развязывается настоящая транспортная война Говорили давно все средства массовой информации А вот заниматься вопросом вплотную стали только после того, как конфликт разгорелся Три уголовных дела и отстранения от должности в отношении председателя Мурманской областной думы Василия Шамбера Возбуждено уже третье уголовное дело Сразу же после того, как в Октябрьском районном суде было удовлетворено ходатайство следователя об отстранении спикера от должности Сам Василий Шамбер с таким решением не согласен Его адвокат намерен обжаловать отстранение Новое уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере По версии следствия, с 2007 по 2009 год Шамбер, являясь акционером, членом Совета директоров И генеральным директором ОАО Кандалакшский опытный машиностроительный завод Совершил хищение 24 миллионов рублей, принадлежащих ОАО ДНБ Нормончи Банк Согласно материалам второго уголовного дела, находясь в той же должности Шамбер завладел 26 миллионами рублей, принадлежащих ЗАО Баренс Банк Также председатель регионального парламента подозревается в нанесении ущерба ОАО КОМЗ В размере более 42 миллионов рублей В настоящее время расследование уголовных дел продолжается 73 года назад начала свою работу пенитенциарная система Заполярья Сегодня в УФСИН России по Мурманской области служат более полутора тысяч аттестованных сотрудников И около 500 человек гражданского персонала Такие цифры прозвучали на пресс-конференции, посвященной итогам 2013 года Если разрешите, мне такую честь поручить вам наше признание в вашей работе Встреча с журналистами началась с вручения подарков и дипломов В конкурсе на лучшее освещение деятельности уголовно-исполнительной системы Мурманской области На страже порядка в номинации «Лучший телесюжет» победил корреспондент нашего телеканала Александр Борисов После торжественной церемонии награждения приступили к подведению итогов прошлого года Громких ЧП, массовых беспорядков, убийств, побегов за колючей проволокой Заполярье в 2013 не было Зато под сокращение попали 453 сотрудника УФСИН Реорганизация коснулась нескольких структур Например, медицинские блоки и тюремные магазины Теперь находятся в отдельной юрисдикции одного из регионов России Помимо статистики, начальник УФСИН России по Мурманской области Александр Кудрин рассказал и о роли общественных наблюдателей Которые на добровольных началах проводят проверки условий содержания заключенных в тюрьмах Я всегда должна иметь при себе паспорт и вот этот документ, который позволяет мне посещать места лишения свободы Мандат под номером 1548 Этот документ позволяет Жанне Пономаренко в любое время дня и ночи посещать колонии или СИЗО Членом общественной наблюдательной комиссии она стала несколько месяцев назад Главной своей миссией девушка считает соблюдение прав человека Я вообще думаю, что уровень развития общества очень часто определяется по тому, как люди относятся к тем, кто пострадал К детям, к инвалидам, к более слабым, к бездоленным, к бездомным, проще говоря И к людям, которые совершили некое преступление, преступили общественную норму Если к ним относятся по-человечески, о таком обществе можно сказать, что там все более-менее в порядке Если нет, да, соответственно, можно делать выводы о том, что и в обществе не так все хорошо Проверки за колючей проволокой проходят как по обращению заключенных, так и в плановом режиме Основная функция общественников – это контроль условий содержания Есть, как бы, с точки зрения стандартов прав человека, да, очень простая норма Относительно того, как определить условия там пыточные или не пыточные Если вот камера там меньше трех квадратных метров, условия можно считать пыточные, да Поэтому есть вот эти стандарты, и они очень просто проверяются Просто измерением, да, как бы, наблюдением, потому как там, что устроено и так далее То есть, с одной стороны, мы, как бы, ходим и проверяем, как там люди содержатся, да Это очень просто С другой стороны, как бы, конечно, менее простой, более сложный, да, элемент – это то, как там к людям относятся Жанна получила право посещать тюрьмы в ноябре прошлого года Поэтому гринписовцев, к тому моменту, уже переведенных из мурманского СИЗО в Санкт-Петербург, она не застала Зато ее коллеги из общественной наблюдательной комиссии приходили к экологам каждый день К слову, арест экипажа судна «Арктик Санрайз» для работников за полярный УФСИН был, как снег на голову Но с повышенным вниманием они справились достойно Хочу сказать, что гринписцы были в восторге от простоты общения с нашими осужденными последствиями Которые в любой мелочи пытались им помочь, вот, чему-то научить, что-то рассказать Но условия содержания, мы, в общем-то, не пытались каким-то образом перейти границы, да Допустим, особые условия создать, потому что у нас нет такой возможности И условия, я считаю, что наших осужденных и гринписа, они однозначно должны быть одинаковые Вообще, работа пенитенциарной системы должна быть максимально открытой, уверяет начальник УФСИН России по Мурманской области Александр Кудрин И каждое замечание общественников он рассматривает незамедлительно После отчета, допустим, той или иной организации, общественной или не общественной, или прокуратуры Мне, как родителю, легче работать Потому что что-то я уже не замечаю, да Вот, исходя из своей длительной деятельности, да А свежий взгляд он всегда приносит свое И иногда с удивлением понимаешь, что да, это необходимо сделать, хотя это требует больших затрат Сейчас в общественной наблюдательной комиссии состоит 27 человек Люди разных убеждений От священников до членов оппозиционных партий Их объединяет одно – гуманизм и человеколюбие Если мы исходим с того, что первоочередная задача – это наказание или изоляция от общества Тогда можно выразить землянку, посадить туда 10 человек и вообще ни о чем не париться И не думать, как они там себя чувствуют, что там вообще происходит, как к ним относятся Но если мы исходим с того, что все-таки это как бы человек должен справиться Теоретически хотя бы, да, в перспективе То, конечно, важно, как он там живет Важно, каким он оттуда выйдет И важно, как к нему относиться все это время, что он там находится Денис Прокопенко, Александр Борисов, Сергей Романец, Арктик ТВ Городообразующее предприятие «Ковдор Слюда» снова находится на грани банкротства Работникам не платят зарплату И возмущенные люди готовы даже перекрыть железную дорогу, проходящую неподалеку от Ковдора А единственное предприятие в России, которое добывает слюду, может попросту утонуть Если люди уйдут с рабочих мест и перестанут обслуживать оборудование, откачивающее воду из шахт В этом случае ситуация рискует обернуться еще и экологической катастрофой Сегодня владельцем «Ковдор Слюды» является ОАО «Мурманское морское пароходство» Компания фактически отказалась финансировать это предприятие в дальнейшем Оно не окупается и работает себе в убыток Сейчас нужно от 3 до 5 миллионов рублей, чтобы обеспечить работоспособность «Ковдор Слюды» И выдать зарплату работникам предприятия О таком финансовом вливании народные избранники Мурманской области хотят попросить правительство России Они отмечают, что месторождение «Ковдор Слюды» содержит 80% государственных запасов сырья И является единственным производителем слюдяной продукции Она необходима для строительной, электротехнической, электродной, металлургической отраслей И даже для нужд военно-промышленного комплекса Тем не менее, правительство страны пока решение принимать не спешит В этой ситуации, считает депутат Михаил Антропов Единственным выходом может стать объявление чрезвычайной ситуации И выделение денег из резервного фонда губернатора Для обсуждения такой возможности в Думу пригласили представителя МЧС Кроме того, ознакомиться с непростой ситуацией изнутри Приехал и депутат Государственной Думы Борис Кашин Нет механизма, который бы действительно позволил принять конкретные меры Федеральный центр слишком далеко Региональная власть не может, потому что это федеральный вопрос А в результате мы теряем ежегодно массу предприятий такого типа Которые составляют стратегический ресурс нашей страны С депутатом Государственной Думы Борисом Кашиным Встретилась и губернатор Мурманской области Марина Ковтун Они обсудили целый ряд проблем В частности, то, что подведомственные Минобороны организации задерживают жилищно-коммунальные платежи Долг предприятий РЭО и Славянка перед областной ресурсоснабжающей организацией Составляет уже 300 миллионов рублей Стороны постановили, что этот вопрос будет решаться в судебном порядке А заодно обсудили ряд других актуальных для региона вопросов Речь шла о процессе приема-передачи объектов оборонного ведомства на баланс муниципалитетов Также Марина Ковтун отметила, что на предстоящей встрече с руководством Минобороны Она намерена поднять тему ремонта театра Северного флота Депутат Госдумы и глава региона обсудили перспективы стратегического значения Мурманской области В свете возрастающего интереса к Арктике Кроме того, было озвучено, что в России будет создана новая военная структура Для защиты интересов страны в Арктическом регионе Губернатор Марина Ковтун взяла под личный контроль ход реконструкции областного противотуберкулезного диспансера В настоящее время ремонтируется его главный корпус За темпами строительных работ глава региона будет наблюдать лично Такое же поручение было дано министру строительства и территориального развития Андрею Изотову У меня есть опасения, что стоимость работ может увеличиваться из года в год И таким образом есть искушение строить его еще много лет Поэтому этого допустить не должны Реконструкция медучреждения длится уже 10 лет Губернатор обеспокоен, не превратится ли здание в очередной недострой Министр заверил, что беспокоиться не о чем Длительность процесса связана со строительством очистных сооружений и резервной котельной Эти объекты планируется завершить к 2015 году Строительно-монтажные работы главного корпуса закончат еще раньше Останется лишь закупить необходимое оборудование Жители Териберки переедут в Мурмаши Не менее важный вопрос, рассмотренный на встрече Марины Ковтун с Андреем Изотовым Реализация региональных программ переселения из ветхого и аварийного жилья Власти Териберки выступили с инициативой построить дома для жителей сельского поселения в Мурмашах Губернатор области проект поддержал, отметив, что для его реализации уже есть все необходимое Нормативно-правовая база и желание муниципального образования Осталось лишь познакомить с ним всех жителей Териберки По словам министра строительства и территориального развития Андрея Изотова В Териберке уже состоялись встречи граждан, посвященные этому вопросу По предварительной информации, большинство уже изъявили желание переехать в Мурмаши Глава Мурмаши готов встретить жителей Териберки и предоставить им хорошие земельные участки Для строительства малоэтажных жилых домов Эта практика, подчеркнула Марина Ковтун, возможно, получит продолжение С главой Мурмаши мы тоже встречались Он рад встретить жителей Териберки у себя в муниципальном образовании Готов предоставить хорошие земельные участки для строительства малоэтажных жилых домов Уполномоченный по защите прав предпринимателей Руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа» Игорь Марарь впервые посетил заседание Совета промышленников и предпринимателей. Как прошло знакомство с коллегами, а также об актуальных проблемах бизнеса в Мурманской области и социальном партнерстве в нашем материале. Институт ополномоченного по защите прав бизнесмена в стране введен относительно недавно, по аналогии с западными омбудсменами. Деятельность мурманского уполномоченного сводится к работе с конкретными жалобами. Их можно также разместить на соответствующем сайте, а также к систематизации самых актуальных проблем регионального бизнеса. Среди ключевых Игорь Марарь выделяет проблемы прибрежного рыболовства, отношения управляющих компаний с поставщиками энергии, компании МРСК и так называемый закон о северах. Когда наши предприятия в Мурманской области предприниматели просто несут дополнительные нагрузки, это связано с выплатами, проездом, ряд дополнительных нагрузок. И, собственно говоря, мы становимся неконкурентоспособными на фоне предприятий просто из других регионов. Это участие в торгах. Информацию об этом из Мурманской области будут пытаться донести до федерального центра. Сергей Велер, президент регионального союза промышленников и предпринимателей, недавно вернулся из Петербурга, где заседал Северо-Западный совет СПП. Мурманскую область там отметили как лидера по уровню оплаты труда и как регион, который по сравнению с другими достаточно неплохо пережил вступление страны в ВТО. У нас наиболее трудное вхождение в ВТО пережили вот такие отрасли, как легкая промышленность, пищевая промышленность. Вот у них наибольшие трудности возникли. Впрочем, то, что производительность сельскохозяйственных предприятий области снизилась на 18%, со вступлением в ВТО глава регионального совета не связывает. Скорее всего, это произошло из-за снижения спроса на продукцию у жителей Заполярья. Повышение пенсии, комнатные цветы, общение с родственниками – вот наиболее интересные темы для представителей старшего поколения во всемирной паутине. Такую статистику предоставили сотрудники одного из интеллект-центров Мурманска. Освежить знания и почитать самые свежие новости в интернете. Леонид Петрович с компьютером на «ты». Назвать мужчину неопытным юзером нельзя. Он уже освоил навыки вебсерфинга. А если нужно, справиться и с текстовым редактором. На курсы интернет-грамоты он пришел, потому что появилось свободное время. Хотя на самом деле Леонид Анучин скептически смотрит на свободу информации. Весь этот интернет забит грязью, безобразием и прочей-прочей ерундой. Лучше нужно бегать по улице, заниматься спортом, в санке и другими полезными делами для своего здоровья, как говорится. А вот Нина Григорьевна пока только новичок. Делает первые шаги. Но страха перед электронным помощником не испытывает. Нужно быть на одной волне с прогрессом, считает Нина Белякова. К тому же компьютер, подключенный к всемирной паутине, это хорошая возможность поддерживать связи с родственниками из других регионов. Я никогда не входила ни в интернет, ничего. А вот сейчас решила, чтобы, ну как сказать, чтобы быть просвещенным бабушкой, чтобы беседовать на уровне с внуками. Небольшие группы и индивидуальный подход. Здесь учат основам работы в ворде и интернете. Напечатать заявление или нужный документ, узнать, какие шрифты чаще всего используются и как исправить ошибку в тексте. Ну а на последних занятиях у каждого пользователя появляется свой виртуальный почтовый ящик. По интернету абсолютно разные запросы идут, начиная от увеличения пенсии, заканчивая уже рецепты, как выращивать цветы, о любимых писателях, авторах. Приходят, скачивают любимые книги, начинают перекидывать на электронные книги, уже полностью пользуются своими электронными ресурсами и гаджетами. Пожилые люди, как маленькие дети, с головой уходят в интересное обучение. За небольшой курс, 8 занятий можно получить добротную основу для дальнейшего саморазвития. Но главное, что бесплатная возможность учиться есть во всех интеллект-центрах города. Ежемесячно, даже без перерывов на лето, у нас, как правило, набираются по две группы, в зависимости от количества компьютеров в каждом информационном интеллект-центре. У нас здесь пять компьютеров, ну, как правило, четыре-пять человек, то есть мы работаем группами. Специалисты говорят, что каждый третий читатель абонемента становится учеником, так что желающих получить новые навыки хватает. Но записаться всегда можно по телефону или придя в ближайшую библиотеку. Набор новых групп проводится каждый месяц. Что более востребовано в России? Православие или буддизм? Какое духовное воспитание нужно преподавать в школе и как это делать правильно? Ответы на эти и другие вопросы искали участники научно-практической конференции, состоявшейся в Мурманском педагогическом колледже. Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в школьную программу «Юных мурманчан» был введен два года назад. Все учащиеся четвертых классов один час в неделю изучают этику, основу православной культуры или историю мировых религий по выбору. Правда, пока духовное воспитание не в чести. Больше выбирают сегодня основы светской этики. Ну, это, в общем, понятно, потому что не очень, наверное, готовы учителя к такому разговору серьезному о религии. И родители, может быть, чего-то опасаются. Поэтому мы идем по запросам родителей в данном случае. Споры, надо ли с детства приучать школьников к церкви, в обществе не утихают уже давно. Но у русской православной церкви на этот счет есть свое устойчивое мнение. Мы считаем, что православная культура сформировала историческое духовное лицо нашего государства. И поэтому знакомство именно с культурой, мы не говорим сейчас о религиозных предметах, о законе Божьем, но знакомство с православной культурой – это неотъемлемая часть современного процесса образования и воспитания. И если ребенок не знает Евангелие на уровне сюжетов, что он будет делать, когда попадет в музей классического искусства, в русский музей, в Эрмитаж. Площадка для проведения сегодняшней встречи священников и учителей выбрана не случайно. Ведь Мурманский педагогический колледж в прошлом училище – старейшее учебное образовательное учреждение в Заполярье. Шутка ли 82 года на плаву? Из наших стен выходят учителя начальных классов, работники для дошкольного образования. И они, как никто другой, понимают, насколько важна для молодого человека, для людей вообще, для всех. Духовные ценности, как в воспитательной, так и в образовательной деятельности, и в нашей повседневной жизни. Это уже пятая конференция, и с каждым годом в ней участвует все больше делегатов и докладчиков. В этот раз она собрала рекордное количество – 200 человек. 23 февраля – День защитника Отечества. Для многих этот праздник давно превратился в День всех мужчин, когда сильные половины человечества оказывают знаки внимания и дарят подарки. В областном правительстве в честь заполярных защитников состоялся торжественный прием. На встрече с губернатором Мурманской области присутствовали командующие Северным флотом Владимир Королев, начальник пограничного управления ФСБ, командир воздушно-космической обороны, военнослужащий, матросы срочной службы. Марина Ковтун поблагодарила всех за службу и рассказала о планах развития военных гарнизонов. Грамотами и подарками отметила присутствующих за высокий профессионализм и доблестную службу. У вас разный опыт, разные обязанности, но каждый на своем посту в одинаково ответственно служите. Родине вносите свой вклад в мир и спокойствие страны и, конечно же, Мурманской области. 100 военнослужащих, 10 единиц военной техники. К счастью, все боевые действия лишь условные. Разведка береговых войск Северного флота провела учение на арктических полигонах. В преддверии 23 февраля съемочная группа «Арктик-ТВ» сопровождала бойцов целый день и убедилась в том, что постоять за честь Родины наши срочники могут. Максим Галямин с места событий. Штурм бронетранспортера для настоящих разведчиков – дело несложное. Главное качество для закопанного в снегу бойца – это отменная выдержка и терпение. Выдать позицию врагу может любое неосторожное движение. Вот и приходится буквально врастать в окружающий ландшафт. Считается, что надо оставаться в разведке. Как-никак это элитные подразделения, попасть не так-то просто. Выйти из них легко, а попасть очень тяжело. Еще недавно бойцы щеголяли в валенках, а теперь вместо морально устаревшей обуви – современные термоботинки. К новой композитной форме разведчики только привыкают, рассказывает рядовой Артем Солдатов. Сегодня он впервые примеряет балаклаву и ушанку-трансформер из нового комплекта одежды. Очень тепло, и, собственно, ничего здесь не потеет, не преет, не чешется, не замерзает на морозе. Очень удобно, тепло, нравится. Есть прицел с цифрами, смотря на сколько метров до цели. И мушка соединяется, вводится на цель и выстрел. То есть ничего сложного, в принципе? Нет, все просто. И если форма в скором времени изменится, то некоторые виды оружия в армии остались еще с советских времен. Например, РПГ выпущен почти полвека назад. Но против танковой брони надежнее этой трубы со спусковым механизмом пока не придумали. Это лбовое противника, уничтожен. Выстрел. Чтобы не оглохнуть от постоянных выстрелов, стрелки пользуются бытовыми берушами. Как говорят солдаты, к грохоту привыкаешь быстро. Хотя среди служивых есть исключения. Завсегдатый учений пёс по кличке Мухтар. В части он живет уже 7 лет, но до сих пор не привык к постоянным выстрелам. «Сокол-2», я «Сокол-1». Цель обнаружил. Дальность 1700. Бьющая машина. Прием. Прошло то время, когда воины пешим строем ходили в разведку. Полевой ноутбук на самом деле часть мобильной эвакуационной установки. Она способна обнаружить не только технику противника, но и пехоту на расстоянии до 20 километров. Есть более устаревшие модели уже, а сейчас появляются более новые. То есть постоянно прогресс идет. И со временем, я думаю, будет еще лучше. Нашего солдата не проведешь. Потенциальный враг переборщил с маскировкой. И выдал себя, используя советский флаг в качестве уловки. Сначала в ход идут взрыв пакеты, ну а потом бойцы по всем правилам тактической войны начинают наступление. Операция занимает всего пару минут. После тяжелого боя или учений каждому солдату полагается отдых и, конечно, сытный обед. Новый паек – это более 4000 калорий. Теперь в коробке, которая весит несколько килограмм, уже не увидишь простую тушенку. Здесь есть каша нескольких видов, шоколад, печенье к чаю и даже жевательная резинка. Раньше ложек не было вообще, ложки поставили. Сыр добавили, рагу из овощей добавили, пюре добавили, шпик соленый добавили. Сахар раньше был, по-моему, один пакетик. Но отдыхаются уживые на поле боя в специально замаскированных местах. Если отойти от времянки подальше, то отличить от сугроба такое строение будет практически невозможно. Места своего отдыха бойцы разведки камуфлируют самым разнообразным образом. Начиная от простого шалаша, заканчивая вот таким вот чумом. Так уж появилось, что разведчики первыми сталкиваются с врагом. И служить в этих войсках особенно почетно и ответственно. Наверное, поэтому попасть сюда сложно. Конкурс, как хороший вуз. Когда важна каждая секунда, ежегодно на дорогах Мурманской области происходит более тысячи аварий. В серьезных ДТП будущее невольных пленников искореженных автомобилей зависит от специалистов трех ведомств – полицейских, медиков и спасателей. А их действия – от опыта и постоянных тренировок. На этой неделе 18 команд МЧС со всей области соревновались за звание лучшего при проведении работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В работе спасателей мелочей нет. Первые минуты соревнований показывают – команды хоть и готовы, да не во всем. В арсенале многих отсутствует боковой лепесток. Сегодня делают поблажку. В реальных условиях это недопустимо. Участники и коллеги радуются, гражданские недоуменно переглядываются. Оказывается, так называется деревянный щит. Им прикрывают пострадавших, когда разбивают боковые стекла. Для того, чтобы скрыть автомобиль, чтобы извлечь пострадавшего, который не может самостоятельно из автомобиля выбраться, необходима специальная техника и оборудование, которое имеется у нас на пожарных и спасательных автомобилях. Для того, чтобы подготовить личный состав пожарных, личный состав спасателей к умелому, правильному, грамотному обращению, не нанесению вторичных травм пострадавшему, необходимо обязательно пройти процесс подготовки. Условно в каждой машине по два пострадавших – водитель и пассажир. Задача как можно быстрее и осторожнее извлечь людей и передать их медикам. Последовательность действия отработана до автоматизма – оцепить место ДТП, обесточить автомобили, спасти раненых. Первое дело – это всегда разведка места, потому что бывают вторичные опасности – это разлив топлива. Также на дороге опасность присутствует проезжающих мимо автомобилей. Работа с пострадавшим и с наблюдателями, зеваками так называемыми, потому что они могут вести себя агрессивно, неправильно по отношению к спасателям. Учение – процесс необходимый, но в реальной жизни, признаются специалисты, все немного не так. Когда понимаешь, что в твоих руках человеческая жизнь, обостряются все чувства и инстинкты. А такое происходит несколько раз в месяц. Среди недавних происшествий, когда потребовалась помощь спасателей, ДТП на 28-м километре трассы Мешуково-Снежногорск, в результате которого пострадал член Совета Федерации от Мурманской области Игорь Чернышенко. Пассажир второго автомобиля, по предварительным данным спровоцировавшего аварию, скончался спустя несколько часов. Еще одно страшное ДТП произошло в ноябре прошлого года. Ночью автомобиль Митсубиши Голланд съехал в залив. Машину обнаружили только на утро. В ее салоне находились тела двух студентов. Чаще всего спасателям приходится работать с легковыми автомобилями. Это, кстати, единственное требование к тренажеру. Бывалые спасатели признаются – в учениях в крупных городах для наибольшей наглядности режут машины по новее и на ходу. Но и останки стареньких «Жигулей» лучше, чем ничего. Штрафные очки будут наваляться за нарушение последовательности проведения упражнения, за нарушение охраны труда и технику безопасности. Если неправильно изымают из автомобиля пострадавшего, если неправильно оказывается медицинская помощь. Ну вот это стандартные такие вот вещи. На месте условного происшествия страсти не шуточные. Желание показать лучший результат и не ударить в грязь лицом подстегивают болельщики. И хотя сегодня без проигравших не обойдется, очевидно, для всех слабаков в этой профессии нет. Екатерина Гладышевская, Максим Петровичев, телекомпания «Арктик ТВ». За последние три года количество ДТП в области выросло почти на 200%. Сотрудники ГИБДД связывают это не только с увеличившимся количеством автомобилей, но и с некачественным проведением технического осмотра машин. В прошлом году, например, лишь третья часть от общего числа зарегистрированных автомобилей прошла необходимый осмотр. Напомним, по правилам, страховой полис ОСАГО выдается только после того, как автовладелец предъявит действующий талон ТО. Многие страховые компании этим требованием пренебрегают и выдают полисы без диагностической карты. А передвижение таких автомобилей по дорогам зачастую несет угрозу не только для водителей, но и для пешеходов. Станции технического осмотра, страховые компании и ГИБДД в ближайшем будущем могут создать единую базу данных, куда будет вноситься полная информация об автовладельцах, которые получили талон или отказ от его выдачи, а также о сроках действия страхового полиса. Минувшая неделя не обошлась и без реальных происшествий. На подворье Трифоново-Печенского монастыря произошел пожар. Загорелась постройка, в которой находились домашние животные – курицы и свиньи. Они и стали жертвами пламени. На место возгорания выехало две пожарные машины. Горела небольшая деревянная постройка на территории подворья Трифоново-Печенского монастыря. До прибытия спасателей огонь пытались ликвидировать своими силами. Это помогло. Пламя не перекинулось на жилые постройки. Первый сволк воды дали свой, потом огнетушители, пожарные средства, которые у нас были. Потом мы распределили людей, резали снег, закидывали на снег, тушили своими силами. И в это время мы вызвали пожарных. За полтора часа пожар полностью потушили. Человеческих жертв нет. Чего не сказать о домашнем хозяйстве. Загоревшаяся постройка оказалась курятником. Практически все его обитатели, 50 куриц и 3 свиньи, погибли. По прибытию пожарных, постройка горела по всей площади. Были поданы стволы на тушение. И ликвидированный пожар был в кратчейшие сроки. Причины пожара пока не называются. Возможно, вино всему печь, которая отапливала курятник. Сносить нельзя, восстановить. Таков вердикт относительно нашумевшего падающего дома на Кольском проспекте. Длительное наблюдение за зданием показало, трещины больше не становятся. А московские эксперты сделали вывод. После проведения необходимых работ, дом номер 42 станет абсолютно безопасным для жильцов. А это 62 квартиры. На реконструкцию падающего дома потребуется меньше года. Эти маячки, установленные в 2009 году, надежный показатель здания больше не падает. А значит, и жить в нем без страха за собственную безопасность можно. Тот же вывод сделали московские эксперты. Достаточно укрепить грунт под домом, его фундамент, ну и, конечно, саму конструкцию, стены и перегородки. Сносить же сооружение нецелесообразно. В районе 100-110 миллионов будет стоить только демонтаж этого здания под ноль. И еще, чтобы построить такой же дом, 62 квартиры находятся в этом доме, площадью около 3700 квадратных метров, это потребуется где-то еще 200-220 миллионов. Дом номер 42 признали аварийным в декабре 2008-го. Тогда специалисты сделали вывод. Состояние фундамента удовлетворительное. А вот грунт размывает протекающий под ним ручей варничный. Отсюда и трещины, вызвавшие панику жильцов. В итоге людей расселили и ввели режим повышенной готовности. На всякий случай. Похожие проблемы наиболее ярко. Мы с вами наблюдали в Москве при реконструкции Большого театра. Там были такие же проблемы. Здание пришло в негодность из-за того, что фундаменты его размывались грунтовыми водами. И в результате проведенной реконструкции здание Большого театра было перемещено с временных оснований на постоянный фундамент. И сегодня мы видим надежно стоящее здание. Похожий проект предлагается и нам для Кольского 42. Первый шаг – разработка проекта. На это, как показывает практика, потребуется до трех месяцев. Далее – изыскание средств. По оценкам московских специалистов, вся реконструкция обойдется примерно в 100 миллионов рублей. Скорость увеличения налоговых поступлений опережает темп роста основных показателей социально-экономического развития Мурманской области. Об итогах работы налоговых органов Заполярья за 2013 год – наш следующий материал. Если исходить из мысли, что богатство – залог развития общества, то Мурманская область не самая отсталая. Миллиардер в регионе, правда, всего один. Но зато людей, которые в своих активах имеют более 100 миллионов – 20 человек. Уже несколько лет число местных богачей держится стабильно. Так, темп роста валово-регионального продукта в 2013 году составил 104,2%. Это по оценке Минэкономразвития Мурманской области. Инфляция за год составила 106,3%. Индекс промышленного производства практически не увеличился и составил 100,6%. В 2013 году в казну поступило около 50 миллиардов рублей. 88% которых останется в области. Больше всего выливание от вернодобывающей и перерабатывающей отраслей. Отстает по сборам имущественный, транспортный и налог на прибыль. Так, например, на деньги, собранные от автолюбителей, по текущим ценам можно отремонтировать 26 километров дорог. Хотя это 300 миллионов рублей. Кстати, расставаться с заработанными деньгами с каждым годом все удобней. На официальном сайте ФНС России функционирует 36 федеральных интернет-сервисов и три региональных, охватывающих практически все вопросы взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. Сервисный портал позволяет использовать услугу личный кабинет как физическим, так и юридическим лицам. Несмотря на существование аж трех региональных интернет-сервисов, которые позволяют в онлайн-режиме оплатить налоги или проверить компаньона, малый бизнес развиваться в области не желает. А повальное закрытие ИП и отток коммерсантов в другие регионы тому подтверждение. Реконструкция городской больницы идет полным ходом. Оценить качество уже выполненных работ приехал лично глава администрации Андрей Сысоев. О том, как ремонт сказывается на пациентах и как изменится знаменитый Мурманский синий дом, расскажет Максим Галямин. В городской больнице появился новый современный томограф, который служит в том числе для нужд приемного покоя. То есть экстренно поступивший пациент может пройти обследование в любое время суток, более точно и оперативно получить квалифицированную помощь. Это последнее поступление компьютерный томограф прошлого года. Он к нам поступил в декабре месяца. Сейчас мы прошли все согласования с Роспотребнадзором, поэтому он начал функционировать. Почему он важен? Во-первых, он находится на первом этаже. И пациент, который как поступает больной с инсультом, скорая помощь, когда его везет, она уже предупреждает приемное отделение, что готовьтесь к встрече. Естественно, к этому готовы лаборатория, врачи и компьютерный томограф. Реконструкция старого здания проходит поэтапно. Закрыть социально значимое учреждение совсем, конечно, невозможно. Поэтому посетителям приходится мириться с временным дискомфортом. Хотя пока, по словам главного врача, никто не жаловался. Еще одна новинка – это современные лифты. Они уже установлены и работают. А вот лестницы рядом пока ремонтируются. И очень быстро все вопросы решаются. Поэтому проблем здесь никаких нет. Я думаю, что мы сдадим вовремя, даже может с опережением графика. В прошлом году в больнице реконструировали приемный покой. А теперь кафельным блеском сверкает и центральный вход. Здесь появился новый расширенный гардероб. А главное – компьютеризированное справочное бюро. Современные технологии обещают молниеносную работу регистратуры. Сегодня и у главного врача, и у подрядчиков, и у администрации, и у отдела капитального ремонта строительства городского основная проблема – это привести это здание к тем нормам, которые сегодня существуют. Ну, в результате работы много, но мы с ней справляемся и будем справляться. Плановые ремонты на этом не останавливаются. Причем городская больница – не единственное лечебное заведение, которое в этом году получит обновление. Например, сив рыбу, несмотря на огромную площадь остекления, муниципальные власти обещают утеплить, заменить все окна. 26 лет назад не стало поэтой-музыканта Александра Башлачева. Он выпал из окна восьмиэтажного дома. Наиболее вероятная версия смерти – самоубийство. В Мурманске Башлачев никогда не выступал, но это совсем не значит, что его творчество неинтересно северянам. Песня «Время колокольчиков» вошла в репертуар мурманского коллектива «Клюб-студия» еще в конце 80-х. Руководитель ансамбля Дмитрий Григорьевич совершенно случайно нашел стихотворение Башлачева в журнале «Аврора». Сам написал музыку и начал исполнять песню со студентами. Но, услышав оригинал, Дмитрий Левитас на 10 лет не исключил ее из репертуара. Понимаете, я же не знал, что это рок-музыкант. Я вообще не знал даже, что это, ну, как таковая, эти стихи отдельно не существуют. Они существуют неразрывно с той подачей Башлачевской. Там же главное даже не мелодия и не гармония, там главное – это подача. Ну, мой вариант, он более такой эстрадный, что ли. Я бы сказал, мейнстримовый. Там рок-н-ролл, там даже сравнивать нельзя. Там чисто рок-н-ролл в чистом виде, что называется. «Время колокольчиков» вообще считается главным произведением Башлачева. Хит, превратившийся в гимн поколения. Эту песню ставят в один ряд с переменами Цоя и «Мы вместе» Кинчева. Александр Башлачев прожил всего 27 лет. Погиб при невыясненных обстоятельствах, выпал из окна. Рожденный в Череповце музыкант был похоронен в Ленинграде, в городе Пушкина и рок-н-ролла, как он сам назвал, в северную столицу. В России, в общем-то, сложилась такая культурная парадигма. Во-первых, поэт больше, чем поэт. И, во-вторых, если он настоящий поэт, то должен погибнуть, желательно в трагических обстоятельствах и желательно молодым. Это повелось еще со времен Пушкина, со времен Лермонтовского стихотворения «Смерть поэта». Творческое наследие поэта не самое большое. Порядка 60 стихотворений. Каждая из них уникальна, читают филологи и литературоведы. И никого не оставляет равнодушным. Например, библиотекарь главного книгохранилища Мурманской области Наталья Юрьевна со стихами Александра Николаевича познакомилась совершенно случайно. Но, похоже, теперь это любовь на всю жизнь. Поэзия его меня очень удивила и впечатлила. Потому что это действительно оказался яркий, очень-очень самобытный поэт. И, наверное, по масштабу он сопоставим с Владимиром Семеновичем Высоцким. Другое дело, что прожил он совсем недолго. Вообще в фонде Мурманской областной научной библиотеки хранится масса книжных аритетов, связанных с Башлачевым. Это и журналы, в которых были опубликованы стихи череповецкого поэта и энциклопедии, посвященные легендам русского рока. Особняком стоит антология российской поэзии «Строфы века», над которым его создатель Евгений Евтушенко трудился 20 лет. И это неудивительно, что Башлачев туда попал, потому что его стихи, помимо очень богатого поэтического инструментария, содержат огромное количество метафор. Они очень яркие, очень чёткие, очень выразительные. Они создают впечатление живой человеческой речи и охватывают огромное количество философских проблем. Вообще сам Башлачев говорил, то есть даже не он говорил, о нём говорили, что он не бард, а скоморох. Он носил браслеты с бубенчиками, когда он играл на гитаре, эти бубенчики очень сильно звенели. И его называют предтечей искателей русской идеи современной. Долго шли, сноем и морозами всё снесли, и остались вольными, жрали снег, с кашею берёзовой и росли. Несмотря на это, мурманские молодые музыканты, например, участники студенческой клуб-студии, хоть и поют песню Башлачева, о самом авторе ничего не знают. Говорят, сейчас есть другие кумиры. Мне сложно сказать, что я слушаю, я слушаю всё. Ну, по большей части, конечно, это современная музыка, западная, скорее всего. Хотя русскоязычную музыку мне тоже нравится слушать. Наверное, всё-таки такие группы, как Кино и ДДТ, как-то затмили Башлачева. Ещё и Высоцкий был ведь тогда, или, ой, простите, путаюсь. Может, это был, может, нет. Поэтому больше доходят именно такие имена, ну, не Башлачев. Мне кажется, просто именно в то время было тяжело выбиться, поэтому он остался каким-то таким андеграундом больше. Но пока звучат песни Башлачева, издаются мемуары, включают его произведения в антологии. Можно надеяться, что творчество самородка из Вологодской глубинки не канет в лету. И не повторить судьбу пластинок, изданных ещё в СССР, фирмой «Мелодия», на которых звучали гимны целого поколения. А теперь лишь изредка достаются из пыльного шкафа. Александр Борисов, Максим Галямин, Сергей Романец, Александр Агуров, Артик ТВ. Он изменил жизнь более 40 мегаполисов по всему миру. Британский урбанист, главный консультант Совета Европы Фил Вуд прочёл в Мурманске лекцию «Бунтарский урбанизм» и рассказал о самых распространённых болезнях городов 21 века. Мурманску он тоже выставил свой диагноз и прописал лечение. Его называют терапевтом европейских городов. Фил Вуд руководит проектами Еврокомиссию по преобразованию городов. Он главный консультант Совета Европы по транснационально-межкультурной городской программе. В жизни именитый специалист производит впечатление простого британского профессора. Очень многие промышленные города переживали катастрофу в Великобритании. Целые города просто закрывались, потому что всё население теряло работу. То же самое случилось с его городом. И он тогда предложил альтернативную модель выживания городскому совету, сделать ставку на культуру. И он стал приглашать в город массу художников, проводить художественные мастерские, лекции. И совершенно изменил не только лицо этого города, его идентичность, но он реально вдохнул в него жизнь. Фил настаивает, город – это не просто нагромождение зданий, а общественное пространство, сердце которого – места скопления людей, площади. И неграмотное распоряжение ими чревато трагичными последствиями. Яркие примеры неконструктивного использования общественных пространств – события на Майдане в Киеве, на Таксиме в Стамбуле и на Тахрире в Каире. Но есть и лекарства. Многим своим пациентам Фил выписывает порцию искусства внутривенно. Кварталы и улицы тоже стареют, мельчают и выходят из моды. В итоге люди покидают их, а художники возвращают им второе дыхание. Так многие города пытаются отблагодарить себя с помощью искусства. В Мурманске Фил как турист. Вместе с музыкальным промоутером Джереми Дэвисом он работает над новым урбанистическим проектом в Киркенессе, который в перспективе станет украшением одного из будущих барин спектаклей. Российско-норвежскую границу коллеги пересекли из любопытства в поисках талантливых музыкантов для проекта. Мы хотим пригласить молодых музыкантов из Германии, Великобритании, Норвегии и России. Под руководством английского дуэта они одну неделю будут вместе работать. Их задача с помощью музыки выразить, что такое постиндустриальный город. Музыка это универсальный язык. Путешествует Фил много. В мире практически не осталось. Странщики, города не нуждаются в лечении. Воспользовавшись моментом, мы показали Филу сердце Мурманска, площадь Пять углов. И врач моментально определил диагноз. Сейчас эта площадь принадлежит автомобилям. Здесь мало места для людей. Им приходится ходить по тротуарам, обходя ее стороной. Я думаю, это очень хорошая и большая площадь. Ее можно отвоевать обратно у машин, и она станет предметом для гордости. Здесь могут играть дети, кататься на лошадях. Здесь могут сидеть бабушки в самом центре. И я знаю такие примеры. Люди в Мехико так осваивали свои городские пространства. А еще Фил заметил, если уж в России есть город, который нуждается в экстренном лечении, это совсем не Мурманск, а Москва. Все и безумным трафиком. В столице Заполярья пусть машин много, зато водители вежливые. Такое увидели эту неделю корреспонденты Арктик ТВ. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.